В Москве уволили полицейского из танцующего свадебного кортежа, так и крестили в интернете выходку, которую устроил жениха и его гости. По дороге к месту торжества вереница из люксовых автомобилей устроила езду без правил прямо в центре столицы. Таких резонансных новостей становится все больше. Чего только стоит беспредел, а по-другому это не назовешь, который устраивает золотая молодежь на дорогах. Госдума готовится ужесточить наказание за опасную езду. Что ожидать от слушаний, до которых остаются считанные часы, расскажет Алексей Казанников. За считанные секунды водитель на скорости перестраивается из полосы в полосу, каждый раз ставя под угрозу жизнь других участников движения. Такое поведение на дороге раньше осуждали только свидетели-автомобилисты. Но после серии резонансных случаев с участием так называемой «золотой молодежи», опасным подобную манеру вождения признали и в правительстве. В ноябре прошлого года в Госдуму внесли вариант поправок в Кодекс об административных правонарушениях, в частности штраф 5000 рублей за опасное вождение. В этом году депутаты решили пойти еще дальше, ужесточить законопроект ко второму чтению. В течение года, если человека 5000 рублей эти не остановили, не сделали адекватным, он может наплевать на этот штраф и продолжать также опасно ездить, подвергая угрозе жизни, здоровья всех других участников дорожного движения. Я думаю, что здесь кроме штрафа надо предусмотреть в случае повтора административный арест, либо обязательная работа, либо лишение права управления на длительный срок. Сам термин «опасное вождение» появился в правилах дорожного движения в июне прошлого года. Это резкое торможение, когда водитель, так сказать, наказывает другого участника движения. Препятствование обгону, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты. Или любимое развлечение молодежи, так называемые шашки, когда на высокой скорости водитель перестраивается и совершает обгон одновременно. Это позволит немножко встряхнуть золотую молодежь. Но фракция ЛДПР предлагает дальше идти. В борьбе с автохамами, с всякими нарицательными марами багдасарян, нужно бороться конфискацией с ссылкой. Все. Конфисковать все автомобили, на которых они хулиганят, на показ выставляют свои богатства. И высылать подальше от Москвы. Пока до столь радикальных мер еще не дошли, необходимо ответить на вопрос, кто будет решать, какое движение опасное, а какое нет. Лишение прав грозит водителю только в том случае, если его остановил инспектор. Но мнение одного или двух сотрудников полиции может оказаться чересчур субъективным. При таких неточных определениях, размытых понятиях опасного вождения и не сложившейся практике, вводить возможность применения лишения водительских прав, это чрезмерно. Это очень поспешно. Кроме того, чтобы вождение признали опасным, автомобилист должен не один раз перестроиться не в том месте или притормозить без повода. Под опасной манерой езды понимают совершение агрессивных действий в течение продолжительного периода времени. И как за этим будут следить инспекторы, лично или через камеры видеонаблюдения, пока не ясно. Что камеры на сегодняшний момент не дают возможности по законодательству все-таки лишать прав управления транспортным средством. Что инспектора ГИБДД могут использовать свое служебное положение. Здесь говорить о объективности очень сложно. Лишать или не лишать лихачей прав депутаты будут решать уже завтра. Документ с новеллами заявлен в повестке заседания комитета. Если его утвердят, то опасное вождение станет самым жестоко наказуемым дорожным правонарушением наряду с пьяной ездой. Алексей Казанников и Анна Погонина. Вести.